Приветствую вас, друзья! Сегодня поступил очень интересный вопрос под комментариями на тему, на которую мы сегодня даем трансляцию с Олесей. И это тема восстановления послеродов, и не у каждой девушки проходится так гладко, как хотелось бы. Я сталкиваюсь уже неоднократно в своей практике с послеродовой депрессией, когда ко мне обращаются девушки и женщины и просят помочь им в этот сложный для них период. И на самом деле это очень популярная статистика. Не у всех так все хорошо и гладко проходит. Кто-то родил и восстановил свою фигуру быстро и не испытывает никаких неудобств, кроме сбитого графика, да, то, что уже не получится пожить для себя и нужно делать много чего другого. А кто-то из-за этого впадает в депрессию, и не только из-за этого, а из-за растерянного самоощущения. Из-за чего это происходит? На самом деле все очень просто. На эфирном плане у человека пробивается энергетическое поле, и из-за этого он чувствует различные проблемы и недомогания. Поскольку, как мы знаем, все происходит вначале энергетически, и только потом поступают различные физические проблемы. И вот меня спросила девушка, а что я могу знать о послеродовом восстановлении? На самом деле я знаю гораздо больше, чем многие рожавшие женщины вместе взятые, потому что, несмотря на то, что сама я child free, я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Я работаю с людьми, я помогаю им восстанавливать свое энергетическое тело, а Олеся помогает восстанавливать свою фигуру. У нее огромный в этом опыт, поскольку у нее уже не один ребенок, и после первых родов ей пришлось сбрасывать больше 25 килограмм. И, естественно, с нашими педагогами у нас различные, скажем так, модули, которые мы прорабатываем, да, например, нутрициологи. Они сертифицированные генера, у меня нет сертификата, я сама учка, но у меня есть другие знания. То есть мы объединяем наши знания в ум и сон и даем людям то, с чем мы сталкивались на своем опыте. Поэтому я такие вопросы считаю некорректными. Что я могу об этом знать? Об этом я знаю достаточно. Достаточно, чтобы помочь людям выходить из сложных жизненных ситуаций. Поэтому, в целом, вы знаете, нужно оставить свои вопросы корректнее для того, чтобы, по крайней мере, выглядеть достаточно культурными людьми. И, собственно говоря, не считать себя какими-то знатоками, профессионалами в деле, если вы столкнулись с этой проблемой. Или, скажем так, или же, наоборот, ее избежали. Это не значит, что другие люди об этом не знают или у них меньше в этом опыта. На самом деле ситуации бывают самые разные и не всегда положительные, как я уже говорила. Хотя, например, в моей семье у женщин, в принципе, такого понятия, как послеродовая депрессия и, скажем так, набор веса не случалось. На моей семье такого не было. Но это не значит, что у других все прекрасно. И в этом вопросе нужно всегда, скажем так, подходить профессионально. И если действительно есть какая-то проблема, нужно обращаться непосредственно к человеку, который поможет вам ее решить. Поэтому я уверена, что наша трансляция будет полезна для очень многих женщин и девушек.